У зеленого Тамбова много неба голубого. Так начинается одно из стихотворений советского поэта-песенника Льва Ашанина, посвященное нашему городу. Забегая вперед, можно отметить, что именно эти два цвета содержат в себе и флаг, и герб Тамбова. Здесь и правда очень зелено. В сравнительно небольшом городе найдется более десятка парков. Тамбов. Расположен город Тамбов на границе лесной и лесостепной природных зон. Поэтому в его окрестностях можно увидеть и зеленые леса, и огненно-желтые хлебные поля. Сегодня это один из самых экологически чистых городов страны. Тамбов был основан в 1636 году как крепость для защиты от набегов кочевников. Твердыня была построена так, чтобы сама природа помогала обороняться от врагов. Тамбовский герб – один из старейших во всей России. Этот символ города был разработан еще в конце XVIII века. Герб имеет вид традиционного прямоугольного щита, заостренного книзу, с округленными нижними углами. Поле щита разделено на две части – верхнюю лазоревую и нижнюю зеленую. В центре герба помещен улей золотого цвета. Над ним зависли в полете три золотые пчелы, расположенные веерообразно. В своем современном виде герб Тамбова был официально утвержден в июле 2008 года. 22 августа наша страна отмечает День государственного флага России. Я вам расскажу о символике нашего города Тамбова, с чего все начиналось. В старину большинство поселений нашего края имели смешанные мордово-русские составы. Два народа брата рукообрус в руку вели совместное хозяйство. Клечо в плечо отбивались от врагов своих. Вместе пахали землю, охотились, ловили рыбу, занимались бортничеством, то есть сбором меда диких пчелок. Занятие это было прибыльным и необходимым. Бортные места назывались ухожьи и разбросаны они были по всему краю, иногда за сотню километров от жилья. Собрались однажды мужики из поселения Тамбов навестить ухожье, гусье, рек, цны и студенец. Славились эти места разнотравленно, поэтому мед здесь был крепким и ароматным. Взяли они с собой мальчонку-сироту по имени Вонятка, чтобы отвлекался он от горя своего. Убили в неравном бою отца его на гайце, а мать и сестру взяли к неволе. Остался он один-одиношник. Приехали бортники на становище и пошли борти проверять. Отстал от взрослых Вонятка. Идет по лесу и любуется на деревья, цветы, травы. Вышел он на холмистый берег реки Цны. Плавно несет река свои воды, и отражаются в них облака. Облака вдруг грозно потемнели, раскатисто прогремел гром. Началась гроза, и молния ударила в дерево, стоящее на краю леса. С треском рухнуло и загорелось оно. Заметались над ним дикие пчелы. Жалобно зажужжали, как бы просят Вонятку спасти их. Скинул он кафтан свой и стал сбивать огонь. А тут и дождь проливной помог ему затушить пожар. И спасти пчелиное семейство. Думалось Вонятке, что похожи пчелы на людей. Трудятся с утра до вечера, строят соты, наполняют их медом, садят за порядком и чистотой в дупле. Помогают друг другу в беде. В размышлении его прервал нежданно-негаданно появившийся старец. Положил он руки на голову Вонятки. И почувствовал тот такое доверие, любовь и теплоту, какое шло только от отца и матери. Заплакал Вонятка, вспомнив о них. Успокоил его старец и сказал. На том месте, где мы находимся, поставлена будет крепость, которая оборонит и защитит землю нашу. Перестанут злые враги совершать свои набеги, уводить в плен людей, разорять землю, сеять смерть и горе и назовут крепостью Тамбовым. Превратится крепость Товскорь и в город Многолики. Увидел Вонятка эти лики на небе Лазоревом, в развою омытом, расчищенном. Первый лип – воин-богатырь. Второй лип его – монах-старец-мудрец. Третий лип его – пахар-труженик. Четвертый – купец-богатый. А пятый лип его – женский лип, красоты неописуемые. И сказал старец, покажу тебе, Вонятка, где хранится тайна земли нашей. И явился вдруг золотой улей. И вылетели из улья три пчелы серебряные. Одна села на ладонь правой руки, другая на ладонь левой руки, а третья – на лоб чудесного старца. Когда соединятся прошлое, настоящее и будущее в едином круге, преобразится земля тамбуса. Вылетели из улья еще три пчелы золотые и таким же образом расселись. Та, что на первой руке, указал старец, будет собирать знания, добытые в опыте и трудах праведных. Та, что на левой руке, будет собирать и сохранять красоту неописуемых. А та, что на лбу, будет поддерживать и укреплять веру в Бог. И когда соединятся они в круги вечности, засияет земля тамбовская и откроется тайна-тайна, сокрытая до времени. Так же внезапно, как и появился, исчез в старец с ульем и пчелами. Только чудесным образом наполнились коробы вонятными, медовыми сотами. А тут и односельчане подошли, поделились рассказу его. Но поверили только тогда, когда пришлось столкнуться с крымцами. И не забровать бы им, если бы не налетели неожиданно пчелы дикие. Да как стали они жужжать да кусать их. Пока те отбивались и приговаривали, ох, какие злые пчелы. Вонятка с односельчанами далеко уже были. После того случая люди примечать стали, что открылся у вонятки дар необыкновенный, крики писать на досках. Поговаривали, что сам воевода Роман Федорович Бабарыкин пригласил его упрасить иконами Преображенскую церковь. С нее началось строительство крепости по царскому указу в 1636 году, 17 апреля, в день святого Зосима Пчелника, когда люди добрые ульи расставляют. А завершилось 27 сентября, когда их убирают. Совпали ли эти сроки строительства крепости с рабочим летним сезоном пчел или нет? Был ли встреченный вонятка старец с самим Зосимом Пчелником, никто не знает. И тайна эта скрыта до времени. Только вот крепость действительно превратилась в город, и на гербе его изображены ульи и пчелы. Первый вариант городского герба был утвержден еще в 1730 году. Через полвека его повторно подтвердила императрица Екатерина II. Изначально герб Тамбова был утвержден в качестве боевого знамени Тамбовского драгунского полка. Улья на нем был стилизован под крепость, которая была заложена в 1636 году и являлась ключевым оборонительным форпостом на южных границах России. Твердыню неоднократно осаждали нагайские и татарские войска, но никто из них так и не смог ее захватить. Улья и пчелы – это главные художественные элементы городского герба. Какое же заложено в них значение? Пчелы традиционно считаются одними из самых трудолюбивых насекомых на планете. Соответственно, их изображение на гербе города Тамбова вовсе не случайно. Они воплощают в себе богатство и достаток этого края, а также трудолюбие его жителей. Помимо всего прочего, улья с пчелами на гербе города – это еще и аллегория его развитой экономики. Действительно, в конце прошлого века Тамбов стал важным промышленным центром своего региона. В особо торжественных случаях герб города украшает лента Ордена Трудового Красного Знамени, которым Тамбов был награжден в 1986 году с трудовой подвиг тамбовцев в годы Великой Отечественной войны. Традиционная земельная корона указывает на статус Тамбовской области как субъект Российской Федерации. Флаг Тамбова, как и городской герб, был официально утвержден в июле 2008 года. Он представлен прямоугольным полотном с классическим соотношением сторон 2 к 3. Полотнище поделено на две горизонтальные полосы. Верхняя синяя лазоревая полоса занимает 2 трети площади флага. Нижняя окрашена в зеленый цвет. В центр флага помещен золотой улей с тремя золотыми пчелами, расположенные над ним веерообразно. Не лишним будет упомянуть о значении цветов, которые присутствуют на флаге города Тамбова. Их всего три – синий, зеленый и золотой. Первый из них символизирует красоту и величие, второй – надежду и изобилие, а третий – богатство, щедрость и великодушие. Гимн – это особый отличительный знак, такой же, как и герб, и флаг. Слово «гимн» обозначает хвалебную песню. Его исполняют в торжественных случаях. Музыкой для гимна Тамбовской области был выбран марш «Прощание славянки» Василия Агаткина. Марш был написан под влиянием начала Первой Балканской войны 1912-1913 годов. Мелодия марша сочетает в себе живительную веру в будущую победу и осознание горечи неминуемых потерь в грядущих сражениях. В названии марша отражено одно из тяжелейших испытаний, которые возлагают все войны на плечи женщин, провожать своих мужчин на войну и верить в их возвращение. Слава гимна, написанные Александром Митрофановым, отражают историю нашей области. Продолжение следует...